Сделать ставку на экотуризм. С таким предложением глава Сочи обратился к жителям Солохаульского сельского округа. В Сочи началась подготовка к переписи населения. Ее, кстати, можно будет пройти самостоятельно. Все вместе и по графику в Сочи стартовал второй этап борьбы с карантинными вредителями. Сочинская гимназия номер 6 в числе лучших в России по проекту «Самбо в школу», поэтому именно сюда приехал именитый спортсмен. В Сочи в минувшие выходные начался ремонт разрушенного участка объездной дороги. Первый шаг – расчистка реки. Напомню, в результате схода мощного оползня в реку Псахе было перекрыто русло реки, что привело к разрушению основания подпорной стены насыпи автодороги. Федеральные дорожники расчистили русла от оползневых масс и железопитонных свай, оставшихся от некогда недостроенного местного моста. На объекте работали 6 единиц спецтехники, 25 дорожных рабочих. Главная задача – полностью отвести воду от насыпи дороги. Движение транспорта на поврежденном участке объездной дороги по-прежнему запрещено. Продолжаем. В Краснодаре сегодня обсудили реализацию национальных проектов на Кубани до 2024 года. Провел совещание губернатор Вениамин Кондратев. О том, как в крае выполняются стратегические задачи, отчитались его заместители, руководители профильных ведомств и министерств. На видеосвязь вышли главы муниципалитетов. Например, по программе «Малое и среднее предпринимательство» освоено почти 88% средств. В Краевой фонд поддержки бизнеса перечислено почти 878 миллионов рублей. Вениамин Кондратев отметил, вторая половина года – время, когда большинство объектов строительства должны быть завершены и сданы в эксплуатацию. Поэтому темпы работ нельзя снижать. Мы очень многое сможем в таком режиме. Не делиться на районы, не делиться на краевую власть – вся огромная большая команда, которая выдает результат. Не хочу эти проценты зачитывать. Бумага стерпит все, в народе говорят. Поэтому процентное увеличение выполненных работ должно конкретно отражаться в реальной жизни. А во-вторых, для всех сказать сроки, никакие сроки мы сдвигать не можем. Поэтому не в процентах абсолютно отчет, а в реальных результатах. Напомню, в мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о стратегиях и целях до 2024 года. В основу масштабной программы легли 12 нацпроектов. На их основе были созданы 43 региональных по 11 направлениям – от развития инфраструктуры до увеличения производительности труда. Более 6,5 миллионов обращений в год в кубанских многофункциональных центрах увеличивают количество предоставляемых услуг. Так, недавно в МФЦ в формате одного окна стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Работу одного из комплексов проверил губернатор Кубани. Вениамин Кондразев приехал в обновленный Краснодарский офис на улице Шоссе Нефтяников. Также глава региона встретился с руководителями филиалов МФЦ «Края». Продолжат наши краснодарские коллеги. Я представитель банка. Мы оформляем договор ипотеки. У нас была небольшой казус, приостановка. Теперь мы доносим дополнительный пакет документов, чтобы исправить положение. Принимают очень быстро, вежливо. Я остаюсь довольна. Я пришла по причине смены фамилии. Здесь очень удобно то, что распечатали документы, сразу бесплатно все. Очень приятно общаются на стойке информационной. Поменять паспорт, зарегистрировать право собственности или встать в очередь в детский сад. Решать самые различные жизненные ситуации в таком современном и комфортном помещении даже как-то легко и приятно. В многофункциональных центрах в формате одного окна можно получить больше 200 государственных и порядка 10 тысяч муниципальных услуг. Совсем недавно здесь стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Сначала вносятся заявители, вбиваются его данные, фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона. Далее переходим по матрице. И у нас идет либо регистрация ИП и юрлиц, либо внесение изменений, либо ликвидация. Если раньше предпринимателям приходилось делать это все вручную и лично ходить в налоговые инспекции, то теперь этим занимаются сотрудники МФЦ. Никакой бумажной волокиты. Все документы в электронном виде по защищенным каналам связи. Полностью исключен документ оборот на бумажных носителях между инспекцией по налоговым сборам и, соответственно, нашим МФЦ. Если раньше человек приходил с документами, мы их обрабатывали на бумаге, передавали также курьером на бумаге в инспекцию, получали назад все на бумажном носителе. Сейчас все происходит в электронном виде. Сократились сроки предоставления этой услуги с 7 до 3 дней рабочих. Востребованность многофункциональных центров измеряется количеством пришедших туда людей. Ежегодно на Кубани в МФЦ поступает более 6,5 миллионов обращений. Работу одного из таких комплексов сегодня проверил губернатор края. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский офис на улице Шорсе Нефтяников. Это обновленный зал, который открылся пару месяцев назад. Глава региона пообщался с сотрудниками и посетителями. Мы начали МФЦ делать в больших торговых комплексах, даже в магазинах. Это удобно? Либо лучше прийти в отдельное помещение, где только МФЦ? Я думаю, что это будет удобно. Удобнее там, где совмещено с торговым комплексом, с большим магазином, и как раз находится офис МФЦ. Намного удобнее. Пошел с покупками и заодно... Конечно, решаешь все дела сразу. Подкупает и скорость работы специалистов, признаются люди. По регламенту человек не может ждать в электронной очереди больше 15 минут. Примерно за такое время Вероника Шалкова получила свой первый в жизни паспорт. И девочка точно надолго запомнит этот день. Документ ей лично вручил губернатор края. Твоя страна стала ее гражданином. Я бы очень хотел, чтобы ты стала активным гражданином. Очень волевым, энергичным, административным, который меняет и свой край, и свою страну. Давайте, я поздравляю. Спасибо. Добрый час. МФЦ стал понятным, доступным и удобным институтом для жителей края. Одни из самых востребованных услуг остаются услуги Росреестра, замена паспорта и постановка в очередь в детский сад. Ты давно работаешь в МФЦ, а ты как думаешь, что с каждым, не то что годом, месяцем спрос на услуги МФЦ возрастает? Конечно, с каждым годом все больше. Люди привыкают к тому, что больше пользуются. Это очень хороший посредник между человеком и органами госпласти, учреждениями, которые эти услуги оказывают. Чем ходить по многочисленным кабинетам, зданиям, помещениям, лучше прийти в один офис по принципу одного окна и решить все свои вопросы. О том, как сегодня работает кубанская сеть МФЦ, говорили на отдельном совещании. Однако, побывав в современном и комфортабельном отделении многофункционального центра, невольно вспоминаешь прошлое, чтобы не простаивать в долгих очередях и не бегать из кабинета в кабинет. Люди пытались получить заветные документы, как говорили тогда в народе, за шоколадку. МФЦ – это в том числе и опленный удар по коррупции. Почему? Потому что мы решаем возможности вот этих заинтересованных решал в органах власти, даже в органах власти, в естественных монополиях, в госучреждениях различных. Напрямую работать с заказчиком. А значит, что-то там, ну, просто говоря, вымогать за ускорение, за решение. А вот МФЦ – это тот посредник, который убирает, в том числе, вот эту составляющую между гражданином, между юрлицом и органом власти, любым госучреждением и даже естественной монополией, насколько бы она монополией не была. Это принципиально важно. Кубанская сеть МФЦ – одна из самых масштабных в России. В прошлом году все многофункциональные центры края были объединены в одно государственное учреждение. Так, снизилась нагрузка на муниципальные бюджеты. Средства на функционирование службы теперь выделяет край. Только в этом году сумма составила полтора миллиарда рублей. МФЦ стал полноправным партнером в реализации нацпроектов, например, в поддержке малого и среднего бизнеса. С этого года предприниматели могут обращаться в центр за займами фонда микрофинансирования. Для представителей бизнеса открыты даже отдельные окна. Мы прекрасно понимаем и ту ответственность, которую мы несем, потому что, как бы это громко не звучало, но это факт, мы сегодня являемся лицом власти перед народом и все идут в основном к нам. Мы проводники и как идей, так, собственно, и то место, куда поступает вся обратная связь от населения о качестве предоставления услуг и всем остальным, что с этим связано. Специалисты МФЦ не остались в стороне и во время наводнения, которое произошло в октябре прошлого года в Абширонском и Туапсинском районах. У пострадавших принимали заявление на выплату компенсации и признание домов аварийными. Хотя в перечне многофункционального центра таких услуг нет. Обращений было столько, что на помощь приехали сотрудники МФЦ из разных городов края. У нас создались группы по выезду в те места, где более затоплены оказания. Было произведено приемы, консультирование всех жителей данных населенных пунктов. Сплотился наш коллектив. Все 44 района приняли активное участие. Да, самое интересное, что у нас таких услуг никогда не было. И пришлось импровизировать. И тут мы работали не по стандарту, а по-человечески. Работники службы доказали, быстро и качественно оказывать услуги они могут в любой ситуации. Система МФЦ стала огромным помощником для жителей края. Только за первое полугодие этого года специалистами центра было выдано около трех миллионов документов. Сторону сервиса все чаще можно услышать похвалу, чем жалобу. На четверть сократилось количество жалоб на работу МФЦ. Вот это очень серьезный показатель. Это то, ради чего мы и делали единое краевое МФЦ. Единый стандарт, единый уровень оказания услуг. Единый подход к жителю края, к юридическому лицу. Одинаковый для всех. Мы уже, наверное, забываем. Вы вспомните эти очереди в различных учреждениях. Вот наши родители, да мы еще успели в них постоять. И надо из одного конца города в другое ехать. И везде очереди. И везде безразличные лица вот этих сотрудников, которые были совсем не рады. Совсем не рады тем, кто в этих очередях стоял. И попробуй успей из станицы ехать в Краснодар, объехать за день все эти учреждения или органы государственные, чтобы получить разрешение, согласование, какие-либо документы. Попробуй за день объехать. Да невозможно это просто объехать. А сегодня приходишь и в одном окне ты можешь закрыть все, что еще года два назад, три точно, понадобилось бы как минимум дня три, а может быть неделю. После совещания лучшие работники многофункционального центра получили благодарности и дипломы из рук губернатора, а также сертификаты по итогам краевого конкурса. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров и Вадим Волков. Кубань, 24, Краснодар. Началась подготовка к 12-й в истории России переписи населения. Она пройдет в следующем году. Это единственный полный и достоверный источник сведений о населении. Последняя перепись проходила 10 лет назад. В Сочи по состоянию на 1 января проживают 524 тысячи человек. Но данные административных источников могут быть неточными. Во время переписи информацию получат непосредственно от населения. И есть несколько методов ее сбора. Это непосредственная работа регистраторов на местах и интернет-перепись. Последняя хорошо себя зарекомендовала в прошлом году во время тестирования такого способа. Каждый житель через единый портал госуслуг может самостоятельно переписать себя и членов своей семьи. Информация оперативно поступает в управление статистики. И участников интернет-переписи повторно опрашивать не будут. Опросы населения пройдут в период с 4 по 27 октября 2020 года. Но уже сейчас началась подготовка. Так, в ближайший месяц регистраторы должны будут пройти по своим участкам и сверить наличие домов и строений, перечисленных в маршрутных листах, с фактическими. Все изменения будут вносить на карту. Регистратор должен работать вот с таким утостоверением, что любой гражданин города Сочи может ознакомиться с ним. Если у него вызовет какое-то сомнение в подлинности, то позвоните, пожалуйста, в администрации районов. Вам скажут телефоны, по которым вы можете связаться с нами и проверить эту информацию. Обращаю внимание, что у многоквартирных домов регистраторы проверяют только наличие подъездов, номера подъездов, количество квартир. А вот в частном фонде уточняют число проживающих. В целях безопасности к работе по проверке гаражных кооперативов и садовых товариществ подключатся сотрудники УВД, общественники и председатели ТОС. Главная задача такой подготовки к переписи – определить постоянно проживающих в Сочи жителей. Работников торговли с профессиональным праздником поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что это одна из самых мощных отраслей региона. В прошлом году потребсфера принесла пятую часть всех налоговых поступлений в бюджет края – 36 миллиардов рублей. Торговля – это пульс города, пульс станицы, пульс села, потому что по торговле можно понимать, насколько бьется жизнь в городе, в станице, в селе. Либо она с большим перебоем. Потому что торговля – показатель возможности людей покупать. Мы все с вами покупатели. Мы хотим видеть соразмерность цены и качества. Мы не хотим переплачивать больше за то, что столько оно не стоит. Безусловно, покупатель становится более разборчивым. Он сегодня хочет видеть высокий уровень сервиса, безусловно. Он сегодня хочет качественные товары видеть на полках магазина. И понятно, что чем дешевле, тем доступнее для покупателя. А еще, естественно, хотят высокое качество по более доступной цене. Несмотря на огромный выбор, люди не готовы покупать все подряд, обратился к специалистам торговой сферы глава региона. На сельском рынке или при дорожной ярмарке покупатель всегда хочет видеть высокий уровень сервиса, богатые ассортименты, качественные товары. Для этого разработали бренд «Сделано на Кубани». Своего рода знак качества, который присваивают лучшим продуктам, произведенным в регионе. Не стоит забывать и о внешнем виде самих магазинов. Внешний вид торговых площадей, павильонов, магазинов, в конечном счете, ларьков. Все это есть, коллеги, общий облик торговля формирует в основном, потому что на первых линиях в основном объекты торговли стоят. Притом в любом населенном пункте, начиная с маленького хударка, заканчивая нашим столичным Краснодаром. Какие ваши, по внешнему даже виду, объекты торговли, вот такой и облик, и нашего Краснодара, краевой столицы, и наших станиц? Какой сервис внутри вот этих самых объектов? Вот так же и жители края, и особенно приезжающие оценивают уровень качества жизни по вашим, еще раз подчеркиваю, торговым объектам. По статистике, сегодня каждый пятый житель в крае работает в сфере торговли. Именно они, по словам губернатора, и делают регион экономически сильным. Всем, кто причастен к потребительской сфере, Вениамин Кондратьев пожелал хорошего базарного дня. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 30 июля в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22, днем 27, 29 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. К другим новостям. 20 детских жизней унесли автомобильные аварии в этом году. Всего же в печальной статистике числится больше 400 ДТП с участием малышей и подростков. Основная причина таких происшествий – несоблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. О том, как приучить родителей к ответственности, говорили в детской краевой клинической больнице. Здесь же дали старт всероссийскому проекту. Его участниками станут мамы, которые находятся в перинатальных центрах и роддомах Кубани. Им покажут, как пользоваться детским креслом и напомнят, как переходить дорогу с коляской. Старт проекту дал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Надеемся, что сегодняшний проект по проведению обучающих тренингов, которые у нас реализуются на территории всей Российской Федерации, в значительной степени поможет и вам, присутствующим здесь, и всем водителям, повысить свою культуру, понять важность, значимость безопасности дорожного движения, безопасности вождения. На Кубани проживают более миллиона несовершеннолетних пассажиров. На страже их безопасности уже десятки реализованных программ. Ежегодно сотрудники Краевого управления ГИБДД проводят до 3000 профилактических акций. Верные помощники в этом вопросе, конечно, врачи. По данным Всемирной организации здравоохранения, эффективность использования удерживающих устройств выразилось в снижении смертности детей в ДТП на 54%. То есть половина детей остались живы, и кресло помогло им сохранить жизнь. Всероссийский проект детства о безопасности рассчитан на три года. За это время совместными силами врачей и сотрудников ГИБДД он будет реализован в 100 городах страны. Сделать ставку на экотуризм с таким предложением глава Сочи обратился к жителям Салахоульского сельского округа. Этот район требует активного развития. Что для этого уже есть, а что еще нужно, обсудили на встрече с селянцем Анатолием Пахомовым. Автомобильная дорога до Гамы-Салахоул сейчас на ремонте. Дорожные работы здесь завершатся 25 августа. В самом поселке есть ряд экскурсионных объектов. Это и монастырь, и усадьба Кошмана, первого сочинского чаевода, и парк экстремальных развлечений. Одним словом, привлекать туриста сюда есть чем. А можно пойти и дальше, предлагает глава Сочи. Свои придомовые территории, где растут субтропические растения, сделать объектами показа. С каждым годом количество туристов будет увеличиваться. Естественно, туристы будут привозить свои деньги сюда. Мы – туристический город, и возможности у нас инвестиционные только туристические. И не воспользоваться вот этим всем нельзя. Оформить свои дома в стиле экскурсионных объектов поможет городская администрация. Нужна только инициатива местных жителей и желание показать и рассказать, например, людям с севера, как растет чай, фундук, виноград. И не просто рассказать, но и продемонстрировать традиции сбора и обработки самого северного чая в мире. А при желании туриста даже привлечь его к сбору урожая. Такое направление сегодня востребовано у жителей мегаполисов. В большом случае таких предпринимателей в области агротуризма немало. Нужно уже перенимать опыт, отметил Анатолий Пахомов. От перспектив перешли к вопросам дня сегодняшнего. Селения попросили главу города, чтобы офис врача общей практики в Салахауле вновь заработал в полную силу. Сейчас в нем нет постоянного специалиста. А два фельдшера не могут оперативно решить все проблемы со здоровьем, которые возникают у местных жителей. Людям приходится ездить в Догомысскую поликлинику. Мэр отметил, что эта проблема решаема. Более того, сельскому медработнику обязательно будет предоставлено жилье. И пока врача не найдут, в Салахауле два раза в неделю будет вести прием доктор из Догомыса. Чем уже может похвастаться поселок, так это спортсменами. Дети из соседних сел занимаются теперь дзюдо. Его преподает Кнарик Стамбультян. Призер Европы под дзюдо – десятикратный чемпион по Армении. Тренеру понравились условия. Недавно у нас появилась спортивная площадка. Нам очень сильно помогает. После кросса мы приходим сюда. Молодежь должна заниматься спортом и творчеством, отметил глава Сочи. Для этого власти курорта готовы поддержать все инициативы местных жителей. Елена Алексеевна, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовал второй этап борьбы с карантинными вредителями. Речь идет об обработке растений от американской белой бабочки и мраморного клопа. Наконец, июля как раз приходится период размножения второго поколения вредителя. На муниципальных территориях обработка уже началась. Особое внимание уделяется паркам и скверам. В этом году на борьбу с вредителями выделено в четыре раза больше средств – 13,5 миллионов рублей. Чтобы сохранить зеленые насаждения, их нужно своевременно обрабатывать специальными препаратами из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России. В мае-июне в Сочи прошла первая волна обработки. Сейчас пришло время второго этапа – муниципальные территории, ответственность городских властей. Остальным же хозяйствующим субъектам необходимо делать это самостоятельно. За земли и садовых товариществ отвечают собственники, за территории многоквартирных жилых домов – управляющие компанией. В случае, если домоуправление не спешит обрабатывать деревья, жителям необходимо обращаться по телефонам горячей линии Росельхознадзора и администрации Сочи. Также по указанным телефонам можно сообщать о фактах появления вредителей. Важно провести обработку в одно и то же время по утвержденному графику, вместе с остальными собственниками территории, чтобы вредители не могли переселяться на неопрысканные участки. Тем, кто решил пренебречь обработкой, грозят штрафы. Другим новостям. В Сочи открылся летний театральный лагерь «ГИТИС». Это новый проект самого известного театрального вуза нашей страны. В таком формате обучение будущих актеров и режиссеров проходит впервые. О первом летнем театральном лагере «ГИТИС» организаторы рассказали на пресс-конференции. В течение двух недель студенты режиссерского факультета «ГИТИС», а также студенты и молодые режиссеры из десяти регионов страны, будут изучать и практиковать актерское мастерство, сценическое движение, разбирать самые известные пьесы Чехова и трагедии Шекспира. Действительно, мы получили грант администрации президента на проведение этого лагеря театрального. И то, что здесь происходит летний лагерь именно в вашем городе, это чудесно. И мы очень рады тому, что со стороны администрации города Сочи, со стороны руководства города, мы встретили не просто полное такое понимание, но и большую поддержку. 74 будущих актера и режиссера прослушают более 50 лекций мастер-классов. В них смогут принять участие и сочинские специалисты отрасли культуры. Кстати, занятия проходят на базе нового театра Сочи. Муниципальный театр был создан только в начале года и уже стал площадкой для летнего лагеря престижного театрального вуза. Для нового театра это новый, очень интересный и полезный опыт. Ну а старт работе лагеря сегодня дал глава Сочи Анатолий Пахомов. Надеюсь, что именно сочинская земля поможет вам действительно пообщаться с мастерами, пообщаться со звездами, а потом самим стать звездами. Что касается наших культурных мероприятий, то мы считаем себя фестивальной столицей, потому что Юрий Башмет у нас два фестиваля проводит, Игорь Бутман уже 10-й юбилейный фестиваль проведет с 1 августа. Что касается дальнейших планов по взаимодействию, новый театр предложил выпускникам Гетиса показать на сочинской сцене дипломные работы выпускников. Возможно, небольшую постановку участники летнего лагеря представят и по окончанию смены. В парке науки и искусства «Сириус» продолжается цикл концертов звезд мировой сцены. Фестиваль звезд – это подарок для всех ценителей классической музыки. Для того, чтобы услышать таких солистов, уже не нужно ехать в столицу или посещать европейские концертные залы. Музыканты с мировой известностью сегодня выступают в Сочи. С минувшей выходной здесь прошли сразу два классических концерта. Сначала на сцену парка вышла джазовая трио Дениса Мацуева, а сразу же после него – оперная дива Ольга Перетятько. Она много выступает за рубежом. Для меня очень важно было вернуться. И я каждый раз, когда я приглашаю, я соглашаюсь, раздвигаю свои омбрежементы, чтобы приехать. Этот концерт мы очень долго, конечно, обсуждали. Я надеюсь, что я вернусь открывать, соответственно, новый зал. И для меня просто очень важно вернуться. И вернуться, знаете, в корне, никогда нельзя терять в корне. А 1 августа «Сириус» примет еще одну блестящую певицу Юлию Лежневу. Концерты проходят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. Спасибо вам. Сочинская гимназия номер 6 в числе лучших в России по реализации проекта «Самбо в школу». Со знакомительным визитом гимназию посетил заслуженный мастер спорта России, официальный посол федерального проекта «Самбо в школу» Дмитрий Лебедев. Шестая гимназия является официальным участником программы «Самбо в школу». Учебное заведение принимало участие в глобальном всероссийском марафоне Министерства просвещения «Дни самбо в школах России», онлайн-олимпиаде «Знатоки самбо», а также во всероссийском конкурсе «Юный журналист», по итогам которого ученик гимназии Артем Тищенко занял третье место среди учащихся более чем 150 учебных заведений. Дипломы победителей онлайн-олимпиады «Знатоки самбо» получили гимназисты – сестры Алина и Мария Авдеева, а также их брат Михаил. Официальный посол федерального проекта «Самбо в школу» Дмитрий Лебедев ознакомился с ходом реализации проекта в Сочинской гимназии, осмотрел спортивные залы и стенды спортивной славы гимназии. По словам мастера спорта, он остался под впечатлением от проделанной в учебном заведении работы. Занятия «Самбо» проводятся в двух залах, в которых имеются специальные покрытия для занятий. Учителя прошли необходимую подготовку, ведутся тренировки по национальной борьбе в рамках школьного спортивного клуба. В торжественной обстановке именитый «Самбист» вручил Артему Тищенко диплом Министерства просвещения России и Всероссийской Федерации «Самбо» за третье место во всероссийском конкурсе, а также приз «Путевку» в летний оздоровительный лагерь «Страна героев» на Азовском море. Также диплом за успехи в реализации проекта «Самбо в школу» был вручен директору гимназии. В ходе мероприятия именитый чемпион ответил на вопросы юных самбистов, раздал автографы и провел фотосессию. В следующем году Дмитрий Лебедев посетит гимназию с мастер-классом по национальной борьбе. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok